сегодня у нас слова из библии это псалом 36 глава салом 36 глава на и мы будем смотреть его целиком с первого почта по 40 стих но я знаю что у нас не так много времени и давайте сейчас мы вместе прочитаем только только первые три стихи то есть с первого по третий стих а дальше мы будем смотреть его по местами поэтому не выключайте свои гаджеты не уходите из этого приложения пусть они открытыми и будут с вами давайте мы прочитаем вместе да 3 4 не ревнуй злодеям не завидуй делающим беззаконие ибо они как трава скоро будут подкошены и как зеленеющий злак увянут уповай на господа и делай добро живи на земле и храни истину аминь 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 дорогие друзья для того чтобы наверное начать сегодняшний проповедь я коротко хочу представиться во первых я кореец я из южной кореи не северной кореи второе я знаю русский язык потому что я москвич я родился в москве у меня родители все миссионеры они поехали с миссии девяносто первом году моя мама родила уже в москве улице бабушкинской до этого роддома уже нет я учился в москве и вырос там я окончил вообще-то консерваторию я был дирижером по профессии но господь бог он меня призвал и дал мне миссию и когда он меня призвал я не мог от этого как бы знаете его игнорировать и пошел в семинарию и стал пастором и вот сейчас я с вами дорогие друзья я действительно очень рад что господь бог мне дает шанс с вами делиться его с этим благодатью которую мне дает и действительно этот псалом 36 глава знаете я не могу от него уйти уже три недели и каждый раз знаете у нас не только воскресные собрания у нас есть и по субботам и по вторникам и наши прихожане наши люди которые с вас со мной вместе собираются они уже три недели слушают это проповедь я сейчас максимально хочу все передать то что я передавал за протяжение трех недели но так как у меня 40 минут я это постараюсь я думаю что господь бог даст мудрость да и повезет нас так чтобы мы это все могли услышать дорогие друзья у вас бывало такие что когда вы учить учились может быть где-то в вузе либо в школе есть из друзей которые сдают свои экзамены зачеты по шпаргалкам были да кто-то мы сами да это делали да я знаю но знаете есть люди которые такие честные скажем да что вот этого никогда не делают и он усердно целый-целый вот эти все семестры выучивает он все это делает а его друг он гуляет ему все равно и он просто любит всего поддохнуть поиграть там не знаю а он получает лучше балл чем я потому что у него есть шпаргалка а здесь есть люди которые занимаются бизнесами есть люди которые знаете не платят налоги или там делают ищут свои какие-то пути чтобы чем чего-то добиться для того чтобы заработать больше денег есть люди которые знаете когда работают работают знаете если там начальство не смотрит на меня все я отдыхаю я показываю как якобы я работаю и таким образом мы скажем проще зарабатываем свои деньги дорогие друзья сегодня как раз господь бог говорит что и мы все люди и мы живем в такой сфере где люди беззаконно добиваются какого-то успеха когда люди по своим путям по своим методам неправильным не по не по божьим а по своим путям что-то добиваются и как у вас это знаете когда мы даже стоим не знаю за кофе если кто-то раз и сразу что у нас идет какое эмоцию мы проживаем что у нас ладно если это еще за кофе а если мы стоим знаете блю сити для того чтобы сдавать паспорт там осталось 10 минут я думаю что я успею а кто-то раз проходит я должен прийти завтра заново какие эмоции у вас как у вас что вы думаете о них знаете если честно я вот знаете я очень не люблю скажем нечестных людей а именно например когда я вожу машину да я вижу как машина неправильно ездит там и так далее вот я вот этого не умею терпеть и каждый раз когда я приезжаю домой с машиной я покаюсь перед господом потому что я знаете конечно я это не высказал но у меня были достаточно многие плохие слова к тому водителю который водит так машину но знаете что интересно что господь бог говорит чтобы мы мы не ревновали не завидовали и не оставили ярость когда мы видим такие вещи дорогие друзья вот знаете что мы иногда считаем что этот этот эта эмоция эта ярость она достаточно праведный ну потому что от слова божий если неправильно значит у меня какая-то ярость но знаете что господь бог говорит оставь это оставь это мне а ты а ты не не держи это при себе эту эмоцию вот давайте мы посмотрим сейчас что говорит господь бог не делать когда мы присутствуем в таких ситуациях вот это пока первый стих давайте вы готовы да 3 4 не ревнуй злодея не завидуй делающим беззаконием и смотрите еще 7 стих 3 4 не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему перестань гневать и оставь ярость вот пока до сих пор дорогие друзья знаете это слово не ревнуй я на самом деле очень плохо знаю еврит вроде бы его все учил но да сейчас даже читать плохо умею но сейчас уже такие хорошие бывают приложение приложение которые сразу показывают что это значит и оказывается это слово ревновать ревновать это знаете не такой уж односмысленное слово я вам прочитаю что это значит значит первое обозначение это краснеть интересно да краснеть вот уже сразу больше понятнее какая-то эмоция ну краснеть не потому что я там смущаюсь или что вот когда что-то у меня есть изнутри второе это ревновать смысл третье злить четвертое тревожить и пятое гореть то есть это слово так и значит то есть ревновать это не просто так ревновать да а вот что-то когда у нас это все выходит изнутри я что-то хочу ему сказать мне вот надо что-то сказать дорогие друзья господь бог он нас призвал христианинами то есть его же детьми не для того чтобы мы жили на этом мире на этой свете ревновая ревнуя ревнуя чтобы мы не жили знаете завидовая а как же мы можем все это все эти эмоции все эти мысли бросить как знаете если вы посмотрите второй и девятый стих там первые слова так звучат ибо то есть это итог итог этих людей конец этих людей какие же они давайте второй стих ибо они как трава скоро будут подкошены и как зеленеющий злак увянут девятый стих ибо делающие зло истребятся в этот момент я хочу чтобы мы размышляли на две момента первый не я ли этот человек друзья здесь этот псалом не говорится она даже знаете не думает что тот который читает это слово что он может быть и этим же человеком знаете он уже это говорит как чур про чужих но к сожалению я через эти стихи я вижу самого себя которые я иногда хочу что-то сделать по своим путям не по воле божией дорогие друзья мы давайте это подумаем не я ли этот человек если да давайте покаяться перед господом и мы будем теми людьми которые будем говорить об этом как про чужих а не про себя второе аминь когда мы встречаем таких людей давайте мы запомним эти же слова и бросим все эти эмоции бросим все эти мысли и давайте отдадим богу потому что господь бог праведный он будет судить праведно и поэтому знаете нам нечего так делать второй момент когда господь бог говорит что же нам делать что же нам делать что же нам делать первое я хочу посмотреть слово уповай на господа знаете в этой главе сколько раз повторяется это слово уповай кто быстро читает или кто хорошо догадывается давайте девять нет нет сколько нет все ну либо вы давайте почитайте либо его окей пять раз говорится 5 раз не так уж много да 40 стихов да а 70 раз конечно было бы вообще супер вот смотрите 5 раз господь бог говорит уповай на господа 3 стих 5 стих уповай на него 9 стих уповающий же на господа 34 стих – уповай на Господа, 40 стих – они на Него уповают. Дорогие друзья, это слово «уповаться», знаете, что оно в Корее, оно переведено как «доверять» его. Доверять. И в еврите есть смысл, как бы внутри этой слова есть и «уповай», и «доверять», и «отдавай», да, вот это все, это смысл, это есть. И, дорогие друзья, что значит уповать на Господа? Это значит все мои, знаете, которые мы вроде бы думаем, что у нас есть воля кого-то, знаете, обвинять или там быть праведными, говорить, что это правильно или нет. Все это Бог, знаете, Он говорил, это все только мое, только мое. И мы должны просто доверять и уповать Господа полностью. То есть, когда мы видим каких-то таких людей, такую сферу, таких, знаете, случаи, вы просто бросите все эти ревности, все эти эмоции и уповаетесь на Господа. Просто моментально, когда вы этого видите при себе. Второе – это делай добро. Как вы считаете, сколько раз это повторяется? Нет, 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 7, 5, нет, два раза, два раза, два раза. Третий стих – делай добро. Двадцать седьмой стих – уклоняйся от зла и делай добро. Дорогие друзья, нам причиняют какой-то, знаете, плохих эмоций. В Корее во всех вузах, во всех вузах дают оценки по процентам. Вам это понятно, да? То есть, десять баллов получает только лучшие, там, десять процентов. Девять баллов получает только, там, двадцать процентов. Да, да. Если ты даже, там, на, на, если у нас в Корее просто сто баллов, и там ты сдал экзамен на девяносто девять баллов, а есть ребята, которые сдали на сто баллов, ты получаешь только второй степень, а не первый. То есть, знаете, насколько это, они на это, знаете, это не так, чтобы, там, профессор дает всем по, там, не знаю, A+. Знаете, этого нету, просто этого нету. Если кто-то получает A+, что другой уже не может это получить. У нас в Корее так, дорогие друзья. И, знаете, скажем, что мой друг с помощью шпаргалки получает A+, а я получаю только A. И за это потом у меня проблемы, когда я иду, там, работу или выбираю себе, знаете, какую-то суперхорошую, там, не знаю, компанию. Потому что в Корее все это смотрят очень-очень тщательно. У нас это очень важно. Но как же мы этим людям можем делать добро? Ну как? Як это возможно? Ну как? Ну как, дорогие друзья? Дорогие друзья, вы запомните, что Господь Бог, Он не фантазирует через Его Слово. Он говорит все то, что возможно. Не потому, что мы имеем силу этого добиться, а потому, что Бог всемогущий, Он нас довезет до такого степени, что этим же людям мы относились добром. И в этот момент я знаю, что у вас в мыслях есть те фамилии или имена, которые мы должны относиться добром. Так или нет? Нет? Ну, слава Богу, если нет. Дорогие друзья, И когда я читал и размышлял над этим словом, мне моментально пришел этот стих. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Кремль, 12 глава, 21 стих. Еще раз. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. 12 глава, 21 стих. Дорогие друзья, Бог это неоднократно говорит. Господь Бог через слово говорит, вы мои дети. И я праведный Бог. И только я имею право кого-то, знаете, кому-то сказать, что ты не прав, а кому-то сказать, что ты прав. И он спрашивает, ты доверяешь меня? Ты уповаешь на меня? Если да, ты делай добро. Дорогие друзья, мы делаем добро, это не потому, что мы супер наивные, или мы там не имеем какой-то эмоции свои. Мы это все имеем, мы это все знаем. Но делаем добро. От Матфея, 5 глава, 39 по 44 стих. Слово Иисуса Христа. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. «Прощащему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Вы слышали, что сказано, «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Дорогие друзья, я знаю, что вы все прочитали от Матфея 5 главу. Да или нет? Вы все хоть раз это прочитали. И мы говорим в конце «Аминь». Но даже я, может быть, это потому что я, я не могу, я не умею так жить. Я не могу. У меня и так рубашек тоже не хватает. Знаете? Дорогие друзья, еще раз хочу сказать, что Господь Бог это неоднократно говорит. Мы, у нас есть единственная, единственная путь к победе – это делать добро. единственный путь, дорогие друзья. И потом, я хочу, чтобы мы сделали, посмотрели на этот стих. Четвертый стих. Три-четыре. Утешайся Господу. Еще раз. Утешайся Господу. Новый русский перевод так перевел. Радуйся Господу. Современный перевод так переводится. Будь счастлив в Боге. Когда? Когда эти люди тебе причиняют какое-то зло и вред. когда эти люди преуспевают через неправильные, беззаконные какие-то вещи. Дорогие друзья, в мире, в мире для того, чтобы быть одному человеку-миллиардером, знаете, скольким люди должны быть нищими? Вы понимаете, о чем? А мы говорим, что мы верим в Бога, мы так живем, но до сих пор как-то целимся на такое, на мирское, дорогие друзья. Нет, дорогие друзья, мы должны утешаться Господом, радоваться Господом и быть счастливым в Боге. А как это возможно? Здесь есть, которые там, ну, кто поженились, поднимите руку. Кто в браке? Не, ну, кто сейчас в настоящее время в браке, да, 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 да. Ну, кто, скажем, да, окей, апостелировку. Дорогие друзья, я буду сонтрироваться. Знаете что? Вы понимаете, что значит утешаться моим супругой? Радоваться ею или им, да? Вы понимаете это? Если нет, да, я надеюсь, чтобы это было. Но, дорогие друзья, что, я о чем говорю? Чтобы утешаться Господом, мы должны любить Его. Если мы не любим Господа, мы не можем утешаться либо радоваться только одним Господом. Но, дорогие друзья, если вы действительно любите нашего Господа Бога, который умер на кресте за наши же грехи, то мы, нам даже не надо говорить радуйся Господу. Нам даже не надо говорить утешайся Господу. Мы уже рады. Мы уже счастливы. Дорогие друзья, мы уже, нам уже все равно какие вреды они нам приходят. Мы просто счастливы, потому что Господь Бог с нами. Если у нас нет этой радости, если у нас нет этого счастья, если у нас нет этого утешения, нам надо еще раз подумать. Серьезно. Вот сегодня. Вот сейчас. Дорогие друзья, я знаю, что такие слова во время проповеди говорить легко. Очень просто. Серьезно, очень просто. Я как пастор, я знаю, это очень просто. А вот если вы спросите у моей жены, живет ли пастор, так? Нам надо еще раз подумать, да? Другое дело, это просто слушать и пойти по домам. А когда мы действительно боремся и думаем серьезно об этом, кто-то может сказать, я получаю утешение, не знаю, от алкоголя. Ну, дорогие друзья, это просто только вам будет хуже. Господь Бог, Он единственный путь, который дает нам утешение, радость и счастье. Вы это запомните. Дорогие друзья, еще такая викторина. Здесь есть слово наследие. Сколько раз повторяется? Нет, 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 пять, супер, пять, слава Богу, не 70. Хорошо, пять. А есть слово истребление? Сколько раз? Два, десять, нет, один, нет, нет, сколько, нет, также пять, также пять, Дорогие друзья, что значит наследие? И там есть еще пара слов, то есть наследие и там написано земля, слово земля. Что это значит? Мы получаем наследие землю. Что это значит? Кто наш отец, дорогие друзья? Наш Бог. У него какая земля? Польша? Или или там не знаю, нет только там два гектара? Нет, Царство Небесное, дорогие друзья. Мы, живущие на этой земле, должны жить в Божьей участке, знаете, иметь это наследие, запомнить, что неважно, как мы будем жить здесь, на этой земле, есть ли у меня квартира или нет, однокомнатная или десятикомнатная у меня квартира, неважно, важно, что мы получаем наследие землю от Господа. Второе, слово истебление. Это слово, знаете, где употреблялось? Давайте мы это прочитаем. Бытие, 15 глава, 18 стих. Кто ищет гаджет? Бытие, 15 глава, 18 стих. Три, четыре. В этот день заключил Господь завет с Авраамом. Аминь. Слово истребление это тот же слово заключить завет. Очень интересно, да? Тот же появлете. это слово очень важен в контексте, в каком контексте оно использовано. Если в том смысле, как в бытие, это значит быть в завете. То есть, либо подписать договор, ну, такой смысл. То есть, завет, когда мы завете. А когда это в плохом смысле, значит, это значит истребление, а то и значит, что мы уходим разрезаны от этого завета. А что такое завет? Дорогие друзья, что такое завет? Кстати, есть разница между договором. Обещание, да. То есть, Господь Бог делает. Вы знаете, что, когда вы прочитаете дальше бытие, вы увидите, что Авраам, он засыпает, когда ему надо было все этот договор, контракт дописать, да, подписать, он просто засыпает, а идет только Бог. Что это значит? Что мы, у нас нет сил иметь какой-то договор с Господом, вот Бог, я сделаю вот так вот, а ты сделаешь это. У нас нет этого силы, и Бог это знает, поэтому дает, ладно, ты засыпай, ты не будешь подписать, а я, только я подпишу этот завет. Дорогие друзья, получить спасение это и есть быть в завете с Господом, потому что Господь Бог сказал, что я спасу тебя. Он дал такое обещание. Дорогие друзья, это и есть наше сегодня и наш конец. я это говорю про христианинов, про дети Божьи, которые живут, не ревновая их, не завидывая их, а уповаясь на Господа полностью, утешаясь Господом и делающие те, которые добро. Еще раз я говорю, это я не говорю, что делаете добро, вот тогда вы получите спасение. Нет, я не так говорю, дорогие друзья. Есть завет Господа и в нем мы так и живем. Последний пункт, 37 стих, я прошу всем это прочитать, без меня, 3-4. Хорошо, я подожду. Да, 37, слово наблюдай, да? 3-4. Наблюдайте на непорочных и смотри на праведного, ибо будучи на сироков этого века и есть мир. Аминь. Дорогие друзья, кто непорочный и кто истинно праведный? Наблюдайте и смотрите на Иисуса Христа. Еще раз говорю, наблюдайте и смотрите на Иисуса Христа. Если вы помните, что когда Он родился, там сказано, что слава на небе и что? Мир на земле. Иисус Христос это тот, который единственный тот, который нам принес истинный мир. Мир с Господом, мир с друзьями, мир с собою. Дорогие друзья, Иисус Христос Он единственный, в кого мы должны наблюдать. Иисус Христос Он тот единственный, в кого мы должны смотреть и научиться. И когда мы это берем пример от Него и когда мы сами меняемся, дорогие друзья, и другие люди увидят Иисуса Христа через нас. Смотрите, что Иисус Христос сделал? Он так говорит. Евангелие от Луки 23 глава 34 стих. Иисус же говорил, Отче, прости им, ибо не знают, что делают. 23 глава. Какая глава? Когда Его распяли на кресте. Он так молился для тех, которые распяли Его, которые били Его, которые плевали на Него. Он так молится. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Это есть победа добром к злу. И Он своим же крестом победил весь зло. И, дорогие друзья, И Он приглашает нас каждого, чтобы мы жили этим же жизнью. А не просто думать, что это так далеко, это же про Иисуса, не про меня. Нет, дорогие друзья, Иисус говорит, вы будете делать даже больше, чем я делаю. Дорогие друзья, Господь Бог, Он призвал нас для того, чтобы мы были похожи на Него, для того, чтобы мы все были маленькими Иисусами. Это, дорогие друзья, я это просто хочу сказать. со 16 лет я уже назвал свою дочу, у меня есть имя, но у нас пока нет детей, но у меня уже есть это имя, и звучит это так, Суе, Суе, да, Суе, скорее, как если вы знаете нашу культуру, у нас мы не выбираем имена, а мы сочиняем имена, поэтому у всех разные имена, если даже звучит так же, может быть другое значение, как дадут свои родители, и у меня корейское имя Хюцон, что это значит утренняя звезда, это так назвали не чтобы мне сиять, а чтобы я своим же сиянием показал о рождении Иисуса Христа, такой смысл у меня, и вот этот Суе, обзначает Су, это значит маленький, а Е это первый слог по-корейски Иисус, Иисус, и поэтому я свою дочь буду называть Суе, что это значит маленький Иисус. Дорогие друзья, я хочу, чтобы мы все были маленькими Иисусами Христами, Господь Бог, Он не хочет, чтобы мы жили на этой земле просто так, в смысле ревновая, до сих пор знаете, жить в этих эмоциях, Он этого не хочет, и Он даже не дозволяет этого, Он говорит, это все дай мне, а ты радуйся мною, а ты утешайся мною, а ты будешь счастлив во мне, это говорит Господь Бог. Су, Три дихо, гормоняйс, проза, тихо, тихо, Продолжение следует...